Тайваньский язык, последнее, что я из тайваньских излагаю, значит, это язык тоже вымерший, то есть последним я излагаю вымершие языки, эти тайваньские, и длительно он считался диалектом Сираи, наиболее крупный, видимо, из тайваньских, даже вымерших, это Сираи был, ну и сейчас доказывают, что это отдельный язык, поскольку имеются тоже тексты отдельные, которые голландцы писали, тоже на тайваньском, допустим, имеются религиозные тексты типа переводов, Евангелия, Матвея и некоторые другие. В 2019 году, то есть совсем недавно, дали код официальный этому языку, то есть признали существование этого языка в 2019 году. Считается, что вымер полностью в конце 19 века, но сейчас имеется движение по возрождению. То есть относительно нескольких тайваньских языков, которые уже вымерли лет так 100-200, есть движение по возрождению и созданию современных стандартов на базе той информации, которая известна о них. Ну, документы о том, что существует отдельный язык вот у этих тайваньей, были где-то вот в основном в период голландской этой оккупации, 1629-1662 год. Когда потом пришли уже китайцы, они никаких языков не фиксировали местных и даже их уничтожали. И в частности, тайваньские они вообще уничтожили. Ну, вот соответствия, какие известны. Вот в самой левой колонке это общий австронизийский, потом имеется протосирайский. Безусловно, он родственный сирайе. И вот уже в сирайе различают языки сирайи, тайвань и макатал. Ну, очевидно, что все-таки между тайвань и сирай отличия существенные, даже если мы посмотрим числительные. Поэтому все-таки отдельный язык. Имеются таблицы закономерных соответствий между, как между группой сирайя и австронизийским реконструируемым, так и внутри группы сирайя. И множество примеров этих соответствий. Ну, поскольку вот все-таки еще недавний язык выделили, дискуссия продолжается. Сирайя считалась лингвофранкой в этом регионе. Поэтому, в первую очередь, естественно, голландцы, они переводили религиозные тексты на эту сирайю. Поэтому вот идут дискуссии, насколько это был отдельный язык, где он употреблялся, именно тайваньский. Ну, вот фонологи, которые восстанавливаются, очевидно, отлично от сирая, и в частности, есть две африкаты. Ну, и вообще, так сказать, по числу согласных довольно это много для австронизийских, где обычно согласные совсем простые, и в полинезийских доходят там вообще до самых минимальных цифр, вроде согласные. По поводу ударений ничего не понятно, так как язык утрачен. Ну, предполагаю, что на последний язык, потому что в сирае был на последний, а язык все-таки родственный сирая. Грамматически известное местоимение его в четырех падежах, и в данном случае именно падежи, то есть есть показатели падежей, присоединяемые к местоимению в конце, напоминающие наши. Имеются числительные, ну, вот все-таки заметно, что да, они близки к общей австронизийским, можно доказать родство, но так как много соответствий, они все-таки, вот даже простой малаяц, он не узнает тут, я думаю, ни одного числа. Хотя, путем вот этого сравнительно исторического метода можно показать, что они родственные, конечно, все равно австронизийским, в общем. Имеются записи этого языка иероглифами, вот на картинках показывал. Это уже когда были китайцы, они записывали, исходя из фонетического значения иероглифов. Ну, и вот даже их можно расшифровать, вот такие песенки у нас известны на этом языке Тайван, можно спеть. Язык вымер, а песни от него остались. Спасибо.